Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 102. Наша беседа, как и многие другие, записываются в редакции портала экзегет.ру в Срединской духовной семинарии. Четвертый раздел книги хвалений Еврейской Библии заканчивается четырьмя псалмами, которые призывают верующих благословлять Господа. 102-й псалом начинается и заканчивается словами «Благослови, Душа моя Господа». 103-й начинается и заканчивается словами «Благослови, Душа моя Господа». А в конце прибавляется только одно слово «Аллилуйя». 104-й и 105-й псалмы начинаются со слов «Славьте Господа» и заканчиваются одинаковым «Аллилуйя». Таким образом, четвертый раздел книги хвалений заканчивается словами «Аминь, Аллилуйя». Начало и конец указанных псалмов по септуагинте отличается тем, что «Аллилуйя» стоит только в начале, но отсутствует в конце 104-го и 105-го псалмов. Но вернемся, впрочем, к нашему 102-му псалму. Центральная идея 102-го псалма вращается вокруг паломничества. Несмотря на то, что вспоминается путь, показанный Моисею, мы понимаем, что речь идет не об исходе, а о странствовании человека по жизни. Дни человека, как трава, а милость Господа от века и до века. Как и в других подобных гимнах, в начале 102-го псалма перед нами пристают личные заметки человека, который находится под большим впечатлением от обилия благодеяний Божьих, которые его посетили. Затем идет серия общих утверждений, которые были частью предания Израиля. В эти исповедания веры вкрапляются высказывания от первого лица множественного числа – «мы», которые произносятся от всего общества. Псалом надписан словом «Давид», вернее, в дастинном падеже «Давиду». Однако он повторяет выражения из более ранних текстов Еврейской Библии. Его лингвистические особенности говорят о влиянии арамейского языка. Поэтому исследователи делают вывод, что этот гимн приобрел свою окончательную форму уже после возвращения из плена. Какова бы ни была бы дата его составления, данный божественный гимн связан как с воспоминанием о былых странствованиях по пустыне, так и с ежедневным прославлением Бога в храме. Это вечная песнь паломников, которая из поколения в поколение совершает свой путь земного странствования под амафором Божиим. Рассмотрим подробнее содержание данного псалма. Первые два стиха. Они раскрывают его основную тему. «Благослови, Душа моя Господа». «Господь – источник моего благополучия, поэтому моя душа благословляет Его». Удивительно то, что автор данного псалма обращается не к собранию верующих в храме, а к себе лично, к своей душе. Его внутренность – это все, что связано с его личностью – разум, сердце, воля. Псалма-певец обращается ко всем уровням своего существа и сам себе говорит «Да благословлю я Господа». Имя Бога свято. Поскольку Бог покровительствует уповающим на Него, они ликуют и прославляют Его имя. Святость Бога проявляется не только в том, что Он непричастен злу, но и в том, что Он оказывает благодеяние. Слово «благодеяние» указывает на воздаяние Бога людям за их проступки. Верным Бог дает выгоды, преимущества, приносит пользу, а врагам – возмездие, отмщение. Благословить Господа значит признать, что все, что придает жизни смысл, приходит к нам как подарок свыше. Это Его дар, а не Его обязанность. Поэтому, как намекает псалмопевец, об этом не стоит забывать. В третьем-пятом стихах продолжается разговор со своей душой. О чем свидетельствует местоимение «Твой» в разных падежах? «Твой, твои, твою, тебя, твое» – вот что для псалмопевца является Божьими благодеяниями. Бог простил беззаконие, исцелил недуги, избавил от могилы, увенчал милостью и щедротами, насытил благами и предал сил, как у молодого орла. Поскольку болезни и недуги, как считалось, в Древнем Израиле были следствием греха, прощение и исцеление можно рассматривать как два аспекта восстановления отношений с Богом. На внешнем уровне были прощены беззакония, видимые для иных людей преступления, а на внутреннем уровне исцелены болезни, невидимые для других людей немощи. Конечно, если следовать Иову, страдания праведника не всегда были связаны с его личными грехами. Однако болезнь, независимо от ее происхождения, в любом случае расценивалась как отсутствие благоволения Божия. Следовательно, вне зависимости от того, были ли страдания вызваны грехом или нет, источником исцеления может быть только один Бог. Он избавляющий от угрозы жизни, включая преисподнюю. Он венчающий, как венчают на царство принцев, или как мать венчает царского сына в день прокосочетания. По данному псалму, Бог венчает милостью и щедротами, буквально любовью и состраданием. Что это за сострадание Господа по отношению к боящимся Его? Мы узнаем далее по тексту псалма. Оно подобно состраданию отца к своим детям. Третье причастие, которое является также своеобразным описанием характера Бога, говорит о том, что Он является насыщающим. Итак, Он избавляющий, венчающий, насыщающий. У Иова и в книге «Плач Иеремии» слово «насыщать» нередко подается в отрицательной коннотации. Бог присыщает горестями, горещу подобной полыни. В псалмах, напротив, «насыщать» чаще всего обозначает прибавление благ. Бог насыщает медом из скалы, туком пшеницы, хлебом и хлебом небесным, а также долготою дней. Весьма необычной в данном псалме является метафора «обновиться твоя юность подобно орлу». Орел – это образ огромной птицы, которая может на своих крыльях переносить своих птенцов в укромное место или укрывать под крыльями в минуту опасности. Орел вьет свое гнездо на вершинах неприступных скал. Его стремительное нападение на добычу является символом внезапности и быстроты. Нередко сам Бог уподобляется орлу. Автор данного псалма, скорее всего, использует тот же образ обновления сил орла, который мы находим у порока Исаии. Цитирую. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Таким образом, надеющиеся на Господа получают второе дыхание, обновляются, обретают силы, которые помогают им успешно справиться с любыми трудностями. Бог творит правду. Он – судья праведный для угнетенных. Часто обиженными оказывались бедные и нищие, которых притесняли богатые и сильные, лишая их имущества и родного дома. Их могли лишить заработной платы или поступить с ними несправедливо в суде. Слова «Он показал пути своя Моисею» прикликаются с просьбой Моисея открыть ему путь познания Бога, чтобы приобрести благоволение в глазах Его. В ответ на просьбу Моисея Господь пообещал, что выведет народ из пустыни, введет в покой, покажет свою силу и провозгласит свое имя. Описание характеристик Господа, явившемуся в облаке Моисея на Синае, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, практически цитируется в восьмом стихе данного псалма. «Моисей видел славу Господа. Сыны Израилевы – дела Его. Великие и славные дела – чудеса Его. Народ не должен забывать никогда. Потому что, если забудет, снова начнет грешить. Долготерпение Господа проявляется в том, что, несмотря на беззаконие и грехи людей, Он продолжает быть милостивым». 9-13 стихи. «Его гнев не вечный. Рассуждая о судьбе Северного Царства, Иеремия сравнивает дочь Израиля с отступницей, которая блудодействовала со многими любовниками. Она изменяла, но при этом не теряла надежды, что отец простит, не будет держать в себе гнев вечно. Несмотря на то, что дочь Израилева упорно не хотела возвращаться, Господь снова и снова призвал ее к покаянию. «Возвратись, отступница, и я не изолью на вас гнева моего, ибо я, милостив, не вечно буду негодовать», пишет пророк Иеремия. В двух высокопарных сравнениях, как высоко небо над землею и как далеко восток от запада, 11-12 стихи, псалмопевец подчеркивает неизмеримость любви и прощения Господа. Этот же образ безграничной дистанции использует пророк Исайя. «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Опираясь на это утверждение, Исайя подчеркивает, что если нечестивые оставят свой путь и беззаконник свои помыслы, обратятся они ко Господу, то Господь помилует, ибо Он многомилостив. Перекличка псалма со словами Исайи наблюдается также в сравнении Бога с родителем, любящим свое чадо. По Исайи Бог подобен матери, которая никогда не забудет свое грудное дитя. По псалму Бог милует боящихся его, так же, как отец. Прощает своих сыновей. Израиль – сын Божий, первенец его. По Ветхому Завету благоволение Божие к своему сыну проявлялось в строгой дисциплине. Кого любит Господь, того наказывает. В Новом Завете Бог явил свою любовь к миру в том, что отдал сына своего, единородного, дабы всякий, верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Хотя 102-й псалом на первый взгляд культивирует страх перед Господом, сыновья Божии отождествляются здесь боящимися его. Однако этот страх имеет важное воспитательное значение. Сыновья Божии тогда заслуживают милости, когда они хранят Его Завет и помнят Его заповеди. Бог для Израиля всегда был отцом сирот и судьей вдов. Поэтому, несмотря на различия в характеристиках Божией любви к своим чадам, нельзя сказать, что Бог Ветхого Завета принципиально отличается от Бога Нового Завета. В 14-18 стихах псалом подчеркивает, что Бог знает и помнит о слабости человеческой природы. Человек создан из праха, и ему суждено вернуться в прах. Как хрупкость смертного человека, подобно полевому цветку, который гибнет при первом порыве ветра, так и жизнь всякой плоти, подобной траве, от дуновения Господу увядает, теряет свою красоту. В отличие от слабости и кратковременности жизни людей, милость Господня пребывает от века и до века. Такую же смысловую параллель мы встречаем у пророка Исаии. Трава засыхает, цвет увядает, а слава Бога нашего пребудут вечно. Завершается псалом гимном, посвященном Небесному Царю. Царство Господа простирается на всех. Все дела Его – это все, созданное им на земле и на небе. Благословлять Господа призваны не только люди, но и ангелы, которые названы здесь крепкими силой, иначе сильными богатырями. Воинство Его – это те, кто Ему служит и исполняет Его волю. Некоторые исследователи считают, что четыре фразы ангелы, крепкие силы, воинство и служители указывают на четыре типа небожителей, которые окружают Небесного Царя и исполняют Его поручения. В заключительном стихе хор людей словно сливается с хором ангелов в единую Божественную Литургию. После этого мысленного обозревания всего космоса, всех мест владычества Божия, самопевец снова возвращается к размышлению своей душе, с которого начинался данный божественный гимн «Благослови, Душа Моя Господа». Божественная Литургия, которая совершается в каждом православном храме, по большому счету не зависит от того, где она совершается – в маленькой деревенской церкви или в огромном городском соборе. Она даже не зависит от количества людей, пришедших на богослужение. Для действительности таинства, установленного Иисусом Христом, достаточно два или три человека. При этом за каждой литургией прежде священных даров верующие напоминают друг другу о том, что ныне Сила Небесная с нами невидимо служит. Когда входит Царь Славы, таинственная и совершенная жертва ими торжественно сопровождается. Текст умилительного песнопения, который поется на Великом Входе Литургии прежде священных даров, говорит о незримом присутствии ангельских сил при совершении Евхаристии. Ангелы невидимо сопровождали Иисуса Христа на протяжении Его земной жизни. И стали они вокруг также агнца по воцарению Его на Небесном престоле. По откровению Иоанна Богослова ангелы будут выполнять важнейшее поручение Спасителя мира до скончания века. Однако нахождение ангельских сил вблизи людей ни в коей мере не отодвигает назад роль Отца Небесного. Напротив, осознание чистоты бесплотных служителей Господа, неба и земли, воспоминание о том, что Господь Иисус Христос смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, каждую страстную седмицу, формирует в душах верующих покаянное настроение, сокрушение в своих грехах. Напоминает о скоротечности жизни. Только тот, кто хранит, помнит и исполняет заповеди Господа, может надеяться на Его многую милость. Об этом трепетном состоянии души, предстоящей Всевышнему в храме, как раз и хотел сказать псалмопевец, когда обращал свое слово ко всем боящимся Бога. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok